Приветствую вас! И, вы знаете, очень жаль, что вы задали свой вопрос анонимно, очень жаль, что я не могу посмотреть ваши предыдущие вопросы, жаль, что не могу составить полную картину того, что с вами происходило. Но, прочитав вашу историю, вы не задаете вопрос, какой вы писали, что изначально это не было вопросом, это была простая история. Хоть так же, говорили о том, что если будет время это прочитать и что-то написать, то будете рады. Я вам не напишу, я вам хотел бы записать такой вот видеоответ, ну, я так работаю. Значит, что мужчина, вообще говоря, проявлял отношение к вам в ситуации, в которой вы описали? Мужчина проявлял к вам изначально холодность, безразличие и так далее. Уж не знаю, действительно ли он переживал и действительно ли он настолько хотел с вами встретиться, что не мог сделать это презвым. Но, вы знаете, ваша ошибка в том, что вы изначально все вот это вот терпели. То есть вы изначально, с момента первой встречи, пошли у него на поводу, пошли на поводу его интересов, жертвуя с собой, жертвуя своими интересами, давя их, наступая на них. А мужчина делал только то, что ему было выгодно, ему нравилось, при этом не особо вас к чему-то принуждая и не особо чего-либо от вас требуя. Такое пассивное отношение говорит о разности интересов. Дело в том, что у мужчины изначально не было никакой цели строить с вами отношения, вообще. Да, ему было с вами хорошо, ему с вами неплохо, но ничего серьезного с вами он, к сожалению, не планировал. А вы планировали. Вы хотели серьезных отношений, хотели и хотите. И поскольку я не могу прочитать ваш предыдущий вопрос, думаю, что здесь имеет место быть обиды на предыдущего молодого человека, возможно, незавершенность этих самых отношений. Пожалуй, очень важно сказать вам еще и о том, что вы в какой-то степени от этого человека зависите. Как? Очень легко. Дело в том, что вам этот мужчина нужен для того, чтобы построить серьезные отношения. Вполне вероятно, что у вас, у самой, есть некоторые представления о том, какими должны быть серьезные отношениях. И вы этих отношений серьезных хотели. И ради этого, ради того, чтобы у вас были эти серьезные отношения, вы, наверное, и терпили все поведение мужчины. Потом у вас, правда, проснулась гордость, и вы начали предъявлять свои интересы, что закономерно, что правильно, но не своевременно. Понимаете, свои интересы, свои какие-то взгляды в отношения желательно привносить и сразу, изначально. Если вам не нравится, что мужчина, например, первый раз сам встречается пьяным, ну, допустим, допустим, то вы об этом говорите. Прости, дорогой, но мне не нравится. Я не хочу быть пьяным мужчиной, например. Если мужчина говорит вам, что он не любит целоваться, у него проблемы с зубами, простите, сделай зубы. Кто мешает? Ну, почему вы должны терпеть ради него что-то, да? Кто-то делать ради него, а он ничего для вас не делает? Согласитесь, получается, какая-то игра в одни ворот. И вот это ощущение, что присутствует игра в одни ворота, оно меня не покидало. Оно меня не покидало на протяжении всего вашего письма. Что у вас была своя личная заинтересованность в том, что вы делали. Могу ошибаться, текста было достаточно много. Могу ошибаться, но вы не сказали, что любите его. Вы не сказали даже, что у вас у самой были какие-то яркие ушлисты, яркие чувства к этому человеку. Вы сказали честно, что была какая-то симпатия, но особых эмоций не было. И сейчас вам даже немножечко обидно, немножечко, не сильно. То, что вы сами искали себе мужчину, с которым могли бы построить такие отношения по расчету. Но видите ли, отношения по расчету не такие плохие, какими их могут вам представлять. Ну, какими их вообще представляют. Отношения по расчету имеют место быть. Но, что значит расчет? Расчет это значит интересное. Интересное. У вас к мужчине интерес такой был, у вас к мужчине расчет такой был, а у него к вам, у него к вам такого расчета не было. И это, к сожалению, очень важный момент. Если отношения по расчету строятся, они у вас, ну, вы меня простите, но, в большей степени им так все было. Такое впечатление, и вы это подтверждаете, что вы заставляли себя, да, ехать к нему, заставляли себя, там, готовить к нему и что-то еще. И, как бы, момент здесь в том, что такое отношение, такое вот несоответствие интересов, ну, ничего хорошего вам не сделает. Вообще ничего хорошего не сделает. К сожалению. И это большая проблема. Большая проблема. Поэтому, если вы собираетесь строить отношения по расчетам, в данном случае, это, скорее всего, вопрос, что вам нужны отношения. Отношения серьезные, не важна страсть, не важна любовь, а важно уважение. Это, кратко, отношения по расчету, в большей степени, в большей степени, в большей степени, по большому счету. Так вот, если это так, то вам нужно искать такого человека, который, образно говоря, был бы так же заинтересован в том, чтобы с вами общаться. Так же заинтересован в том, чтобы быть с вами, чтобы он делал что-то. По сути дел, по сути, отношения по расчету отличаются от их отношений чем? Только мотивации. То есть, люди и так, и так друг для друга стараются, но, если в первом случае ими двигается чувство, ими двигается любовь, то, во втором случае, ими двигает интерес, расчет, выгода. Если вас это устраивает, то нужно все-таки, чтобы эти аспекты были взаимными. Чтобы они были и у вас, и у молодого человека. А в этой ситуации, это было только у вас. Так же мне бы хотелось вам отдельно сказать, что у вас с самого начала общения было по переписке. Если вы хотите серьезных отношений, то по переписке вам лучше ни с кем не знакомиться. К сожалению, будет такая вот ситуация, что вы в одно время близки, и в то же время вы далеки друг от друга, бесконечно далеки друг от друга. И этот момент, к сожалению, тоже очень важен. Потому что, ну, не всегда люди могут сохранить тот запал, заряд отношений, который у них образовался по переписке. Не всегда. И, как правило, бывает очень часто, что не получается. Не получается вообще никакого заряда. Чтобы этого не было, лучше все-таки старайтесь знакомиться с мужчинами в реале, а не в интернете. Потому что в интернете все-таки человек не такой, какой он в жизни. А для серьезных отношений лучше человека сразу увидеть таким, какой он есть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Позвучаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует.